итак всем привет чтобы оказать эти интересно все ли уже проснулись суббота выходной так заходит отлично я сегодня решила пораньше провести трансляцию сегодня просто формате вопрос ответ но и заодно может быть кто-нибудь мне посоветуют куда в москве можно было бы сходить на выходные может быть какие-то мероприятия проводит может быть кто-то что-то знает какие духи у меня love by killian мои любимые духи здрасте здрасте ну все люди подтягиваются несмотря на то что выходные все же проснулись начинается где дынчик дынчик работает сейчас сидит в другой комнате думаю что сегодня она тоже выйдет в перископ может быть попозже да кстати не забываем стучать по экранчику ставить лайки и делиться трансляцией но и жду ваши вопросы и не забывайте мне если что кто-то знает куда можно сходить в москве на выходных то посоветуйте пожалуйста если качать пресс наталья это как-нибудь влияет да это влияет в том случае если вы работаете с большим весом то есть мышцы могут увеличиться но и соответственно визуально талия будет казаться шире спасибо что делитесь трансляцией от артем 88 иванов привет еще смотрю все эти заходят спасибо но я вижу очень много комплиментов но я не вижу ваших вопросов ну что вы мне кто-нибудь подскажите куда же куда сходить куда 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 податься сегодня может кто знает какие мероприятия сегодня тему не буду проводить сегодня просто формат вопрос ответ поэтому задавайте просто ваши вопросы желатин для суставов хорошо желатин для суставов очень хорошо но во всяком случае не то чтобы вы их вылечить но это как профилактическое больше средства в минск не хочется вернуться но пока я еще не успела очень сильно соскучиться соскучилась скорее просто по родным по друзьям но по самому минску как-то нет я еще пока тут привыкаю городу очень много куда не ходили еще вот город большой сейчас москве мы на воронеж пока не планируем кофе на массе есть смысл перед тренировкой без разницы на массе время на или на сошке суть кофе на это вас обеспечить энергией ну и даже разжигание общем то считается что неплохо я не могу сказать что это хороший жиросжигатель но во всяком случае в первую очередь что он добавит вам просто энергии то есть вы сможете тренировку провести чуть более может быть интенсивно может быть чуть дольше по времени как подсушить попу диета ну как диета диета правильное питание в плане старайтесь сократить количество углеводов уберите полностью сладкое жирная жирную пищу стратить больше кушать белковой пищи больше овощей и в первом полдине дня сложные углеводы вот но и соответственно тренировки старайтесь то есть таких вот каких-то особых тренировок на локальное жиросжигание миг не порекомендую просто тренируйтесь по типу кого по типу фигуры подбирайте ваш тренировочный процесс зависимости от того какова структура и все основное это питание покажи дэнчик но я не пойду уже в другую комнату это так удобно села девушка и статодинамические тренировки они будут хороши и для мужчин и для женщин то есть по сути цель статодинамических тренировок это увеличить объем медленных мышечных волокон то есть в принципе если девушка занимается активно спортом и хочет добавить мышечную массу быстрые мышечные волокна разные ты хочешь добавить медленных очень отличный вариант еще очень хорошо для тех кто старается скажем так заниматься лечебной физкультурой то есть это достаточно более легкая все таки методика тренировок то есть здесь больше участвуют в работе изолированные упражнения в медленном темпе то есть соответственно с упороченной амплитудой то есть не перегружаются суставы и связки то есть в общем то если есть какие-то травмы например или человек просто не очень сильно подготовленый в общем то этот тип тренировок очень хорошо я бы вообще рекомендовала чередовать то есть это вот если просто любителя непрофессионолог то чередовать то есть работать и на большие мышечные и на большие и на быстрые волокна и на медленные то есть одну тренировку нам медленном например проводите Ну и там две, допустим, на быстрые мышечные волокна. Я вот, кстати, сама хочу сейчас попробовать раз в неделю включить тренировки для медленных мышечных волокон. Что делать, если потянул сухожилие на ноги? Ограничить физическую нагрузку. Ограничить и... Можете мать какую-нибудь купить. Ну, в общем-то, не обязательно. Главное, чтобы вы просто не перегружали, пусть мышца восстанавливается. Тут же и желатин неплохо будет. Белковую пищу кушайте обязательно, чтобы быстрее восстанавливалось. Привет! И, короче, худые, сколько тренировать в неделю? Ну, можете тренировать 2-3 раза в неделю. Старайтесь с большим весом, либо на большое количество повторений. Ну, то есть, так даже не доводите. Так, не успела прочитать. Выйдет ли Денис сегодня, я не знаю. Не знаю. Может быть, и выйдет. Может быть, и вечером выйдет. Я, в общем-то, сама планировала вечером, но что-то решила сейчас. Поэтому в такое время никогда не выходило. Так, вот смотри, сколько людей в это время. Сколько калорий потребляю за сутки, я не считаю. Ну, это до полутора... Ну, это порядка полутора тысяч, я думаю, я съедаю. Как у Миши Тали уже отвечала. Творог перед сном, за и против. Я за. Ну, я единственное, что считаю, что в принципе не надо кушать прямо перед сном, то есть за пару часов до сна. Но все зависит от того, какую пищу вы кушаете. То есть, если у вас достаточно плотный ужин, то лучше там за 3-4 часа до сна покушать. Если у вас не плотный такой вот перекус, например, тот же творог, то можете съесть там и сейчас до сна, он успеет, в общем-то, перевариться. Где ваши вопросы? Где ваши вопросы? Так, Аня, расскажи, как уменьшить икроножные мышцы. Ну, для этого вам надо парить мышцы. Создайте дефицит калорий обязательно. Старайтесь выполнять упражнения. Ну, например, даже вот хорошо там было бы делать кардио. Много кардио делаете. И обязательно самое главное условие – это непосредственно дефицит калорий. Не употребляйте много углеводов, много белковой пищи. То есть старайтесь, чтобы ваш рацион был отрицательным по калорийности. Тогда у вас мышцы будут говорить. То есть это касается, в общем-то, любой мышечной группы. То же самое это касается, например, и ног. Если, например, у девушки крупные ноги, надо стараться в первую очередь создавать дефицит калорий. Палится и жир, и палится мышца в том числе. Про жиросжигатель не успела досчитать. Это, скорее всего, вопрос будет посоветовать жиросжигатель. Я вообще не очень за жиросжигатели, потому что они имеют временный эффект. То есть они ускоряют обменные процессы в определенный период времени. То есть когда перестаете принимать, у вас, естественно, все равно расход калорий, собственно, будет ниже. Поэтому вы можете начать немножко набирать лишний вес. Целесообразно использовать жиросжигатель в том случае, если вы готовитесь к соревнованиям. А так? Что касается, какие лучше, какие хуже. Ну, если вы обратите внимание, почитайте состав. Фактически все жиросжигатели, они имеют очень схожий состав. Чего-то там эдакого особенного там нету. То есть, извините, там кофеин, экстракт зеленого чая, гуарана. То есть это вот основные там где-то ее химбин может быть. То есть это те препараты, которые, в общем-то, вещества, которые вы можете легко купить в аптеке, где-то в магазине и сделать все это самостоятельно себе значительно дешевле. А цены, как бы, на жиросжигатель, то есть средняя цена где-то порядка сорока долларов. Ну и стоит ли? И то это, ну, из таких попроще. То есть если уж говорить там о каких-нибудь, как это они называются. Ой, забыла, как это. Ой, не вспомню сейчас. Ну, в общем, масса таких более мощных жиросжигателей, которые там по сто долларов. Ну, отвечаю ли я в ВКонтакте, что касается моих ответов. То есть если вы хотите, чтобы я отвечала лично на ваши вопросы, когда вы мне пишете, то это исключительно услуга, там, не знаю, там, может, персональное ведение. То есть когда я работаю с вами, я даю вам рекомендации, я даю вам советы и прочее. То есть это услуга, скажем так, платная. Просто так, вы же поймите меня правильно. Если я буду каждому отвечать на вопросы, то мне надо будет сесть в ноутбук и не вылазить оттуда целыми днями. Поэтому я не отвечаю на личные какие-то вопросы. Если у вас там, у меня там такая-то проблема, что мне сделать. Если какие-то вопросы попадают здесь в перископ, пока я в онлайн, я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Но просто так какие-то консультации я не даю. Потому что очень много желающих, ее достаточно много пишут. Поэтому я стараюсь выбирать какие-то из наиболее частых вопросов и сделать сюжеты на эти темы. Ну и в последующем, соответственно, тоже самое буду делать. Влияние контрацептивов на тренировку у девушек. На качество тренировки вряд ли оно скажется очень сильно. Оно может сказаться только на том, что она может начинать набирать лишний вес. Но может немножко ухудшиться самочувствие, это индивидуально все. Может работоспособность чуть снизится. Что дырчик любит покушать? Да разную еду. У нас сильно не приверли. Чаще всего мы кушаем какое-то мясо, рыбу, овощи. То есть много углеводов мы тоже стараемся не кушать. Сложных. Масло семя льна пью каждый день, месяцев 5. Нужен ли перерыв? Нет, не обязательно. Зачем? Зачем вам перерыв? Это те жиры, которые вы должны получать ежедневно. То есть вы можете их получать с льняным маслом. Можете купить масло грецкого ореха, можете купить кунжутное масло, все что угодно. Любой вид масла, рыбий жир, омегу какую-то. То есть вы можете все это купить и пить вместо льняного масла. Либо кушайте просто пищу, богатую полезными жирами омега и прочее. Ой, не успела дочитать. А если верх худой, а икроножные мышцы нужны, что будет с верхом при 10 калорий, возможно тоже будет сыпаться. Но старайтесь в этом случае верх активно не тренировать. Не тренируйте, либо делать такие повторения на 10 тренировки. И не часто. А потом уже, когда вы уменьшите ваши икроножные, вы можете вернуться к нормальному полноценному тренингу, к нормальной калорийности и питанию. И соответственно увеличите назад свой верх. Это так знаете, всегда. Вот на массе, например, приходится где-то лишний жир набирать. А на сушке худеть и, соответственно, где-то терять мышцы. То есть всегда вы получаете, надо чем-то жертвовать. А можно ли на массе меньше жировую? Ну, оно же нет, невозможно, потому что масса – это избыток калорий. Если избыток калорий, то, соответственно, лишний вес. То есть вы можете удержать калорийность умеренную, и вы тогда не будете набирать и худеете, и немножко мышцы набирать будете. Может там не активно, не большие объемы, но тем не менее. Еще. Так, масло, семена, пью каждый оттак. Это я уже ответила, это уже был вопрос. И еще. Давайте пару вопросиков отвечу и пойду читать. И сегодня еще что-нибудь на тренировку пойдем. Нам очень повезло, у нас прямо в доме зал. Слушайте, вот пока отвечала, столько вопросов было. Где сейчас вопросы? Что читаешь? Ну, пока не скажу. Что лучше, льняное масло или рыбий жир? Мне лично больше нравится льняное масло. Но рыбий жир тоже очень полезен. В идеале вообще, то есть я стараюсь чередовать. Вот именно в данный период времени я пью льняное масло, оливковое и масло грецкого ореха. То есть я пью вот эти три вида масла. Рыбий жир мне не нравится. Он с точки зрения вкуса в первую очередь. И рыбий жир качественный, достаточно сложно купить. Потому что вообще хороший рыбий жир, он будет стоить очень дорого. Потому что обычно вот эти вот омега-3, капсулы, которые продаются, там делаются, они делаются из вытяжки из печени, из жиров. Поэтому они не очень хорошие. То есть я боюсь рисковать. Поэтому если покупать рыбий жир, то я стараюсь покупать какой-то дорогой, хороший. И стараюсь это за границей. Что, Коша, теперь тренировка? Ну, сложные углеводики, белка немножко. Английский не учу как, да я научу. Аня, подскажите, на начальных этапах лучше сплиты или фуллбадди? На начальных этапах лучше фуллбадди. Ну, давайте еще один-два вопроса. Где-то планируется, конечно, мы же семья. Жена хочет заняться спортом, но ее мышцы совсем не имеют тонуса. С чего и начать? Вот с того и начать. Фуллбадди пусть делает. Пусть делает по 15 повторений. Там на каждую, там в трех подходах на каждую группу мышц. Меня не видят. Вот вижу, а уже вопросик пропустила где-то. Как разделить сплит на два дня, вверх и вниз? Ну, можете, например, сделать тренировку, там, спина, задняя дельта, заднее бедро. И второй день. Грудь, плечо, квадрицепсы, ручки. Можете руки либо в первую тренировку, либо во вторую. Все, ребят, пошла я читать. А попу когда? Попа тогда же, когда и ноги. Когда вы тренируете заднее бедро, то, соответственно, вы еще нагружаете ноги. То есть, например, вы можете сделать румынскую тягу, мертвую тягу, на ягодичные различные. То есть, вы тренируете заднюю часть ваших ног. То есть, это и ягодицы, это... То есть, например, вы можете сделать, там, скажем, первый подход, там, жимы ногами, высокая постановка ног, ножки не широко, включили заднюю поверхность бедра больше, ягодичную. Потом, например, сделали сгибание ног, там, мертвую тягу, допустим, сделали. И там какое-нибудь отведение ноги назад на ягодичную. И там пару упражнений на мышцы спины, там, одно упражнение заднее дельта. То есть, как узнать стоимость услуг, вы можете зайти на мой сайт fitanusha.ru, либо ВКонтакте мне напишите. Спасибо вам. Всё, если я сейчас опять захочу отвечать. Всё, ребят, вам хороших выходных. Так мне никто не посоветовал, куда сходить. Видимо, москвичей сегодня у меня в онлайне было очень мало. Вот. Так что ждите меня. Скоро выйду снова на связь. Всего хорошего вам дня. Пока. Пока. В театр.